Здравствуйте! Очень часто мы тратим не только часы, но и дни для того, чтобы купить подарок любимому человеку. Хочется что-то особенное. А вот у Татьяны Заборской нет проблем с подарками, она делает их сама из бисера. Татьяна, я знаю, что вы их и делаете из бисера, и вышиваете из бисера, да, эти самые подарки. Что больше нравится? Делать подарки из бисера или вышивать их? И что сложнее? Ну, вот я, допустим, могу сказать, что если сравнивать вышивку нитками и вышивку бисером, то бисером вышивать легче и быстрее, чем нитками. Потому что нитками мы делаем крестик. Сначала в одну сторону делаем целый ряд крестик, полукрестик, потом в другую сторону, чтобы получился крестик. А бисером мы только бисеринку с угла на угол пришиваем, и у нас получается полукрестик. Зачем сейчас вы трудитесь? Вот я вам хотела показать, как, собственно, вышивать бисером. Здесь схема иконы Казанской. Вы иконы вышиваете? Да, вот сначала вышила нитками маме в подарок, а потом хотелось попробовать бисером вышить. Да, очень долго, конечно, подбирала я к ниткам бисер, то есть по цвету ниток. По цвету хотела? Да. У меня 28 цветов здесь получилось, и к каждому цвету нитки каждый цвет бисера свой. Подбирать дольше, чем вышивать, на самом деле. Давайте посмотрим, с чего тут надо начинать. Берем иголочку очень тоненькую, она так и называется игла для бисера. А это что за ткань? Особая какая-то, да? Это канва, канва, да. Нужно, соответственно, подбирать канву и бисер, чтобы бисер как раз по клеточке был. И здесь вязать бисер десятый номер, и канву уже подбирала к бисеру. Значит, чтобы удобнее было, можно взять вот такую линейку увеличительную. Это специальное приспособление какое-то? Да, она продается, где вот бисер продают. Значит, выбираем нужную строчку. На этой линейке есть почувствующая линия. Эту линию как раз на строчку кладем и уже вышиваем. К каждому обозначению соответствует слой номер бисера, который уже подобран у меня. Я взяла канву. Как? А это что у вас за условные знаки? Я взяла канву, наклеила малярный скотч и написала обозначения. Все обозначения, которые есть в этой схеме. Это сделано для удобства работы. Каждое обозначение соответствует бисеру, цвету бисера. Да. Для удобства я здесь подписала обозначение. Находим его здесь. И выкладываем сюда, чтобы нам было быстрее и удобнее найти нужный бисер. Высыпаем нужный бисер, который нам понадобится в данной строчке. Для начала я возьму вот эти три цвета. Например, вам показать, какого будет достаточно. Берем иголочку, вдеваем нитку. Узелков не делаем на нитке. Закреплять ниточку. Нужно с изнаночной стороны, с левой, иголочку втыкаем в нижний уголочек клеточки. В нижний левый угол клеточки. И переворачиваем. Теперь здесь нужно нам закрепить нитку. А канва, вообще она из двух ниточек состоит вот здесь вот сплетена. Сначала вдеваем в две ниточки иголку. Две ниточки подцепляем. Продеваем нитку. Вставляем вот хвостик такой. Теперь берем одну ниточку. Из этих двух берем одну. Чтобы нитка у нас закрепилась. И она никуда не денется. Теперь у нас уголочек. Уголочку отставляем. Вот сюда. У меня такое чувство, что тут нужно зрение не единицу иметь, а даже двойку. Чтобы это все попасть в нужную дырочку. Теперь далее смотрим на схему. У нас идут три вот такие бисеринки. Берем одну сначала. Берем все по одной, да? Мы пришиваем. Да, мы пришиваем по одной. Берем одну и иголочку втыкаем уже в правый верхний уголочек. Наискосочек. А теперь в левый нижний следующий клеточки выводим. И снова смотрим на схему, да? Сколько нам? Три одинаковых? Да, у нас три одинаковых идет. Можно уже нам просто в две клеточки сразу. Раз у нас в нижний и левый угол идет, у нас быстрее будет, если мы не будем продевать вниз, а сразу здесь выходим. И третью. Вот мы пришили три одинаковых бисеринки. Следующие у нас идут, считаем, пять вот такого обозначения. Пять темных красных. Также мы по одной пришиваем. Сколько недель и месяцев нужно для того, чтобы по одной бисеринке вышить такую огромную, грандиозную картину? Вот конкретно эту икону я вышивала в течение месяца. Нужно освещать икону? Вы освещаете? Да, желательно, но мы освещаем икону. Конечно, это удивительно тонкая работа для очень спокойных, усидчивых женщин. Спасибо огромное, Татьяна, за ваш мастер-класс. Вот в последнее время очень часто говорят о том, что русская женщина в горячую избу войдет, Татьяна с какой остановить. Но мне кажется, что вот такое умение характеризует наших русских женщин ничуть не меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова